Наконец-то пришло понимание снижения нагрузки на учителя. Нагрузка, уже привычная для Российской Федерации, от 37 учебных часов до 46. И, естественно, там есть объективные причины, когда учителя берут нагрузку для того, чтобы побольше заработать денег. Министерство образования Российской Федерации считает, что достойная зарплата должна выплачиваться за нормативные часы. Все, что сверху того, должно, естественно, сверхнормативно и оплачиваться. И только четыре документа должны ввести учителя, те, которые работают в классах. Только четыре. Это журнал, привычный нам журнал, успеваемости дневник, это календарные планы и учебные программы. Представитель Российской Федерации, по-моему, сказал, что пора заканчивать с излишней нагрузкой на учителей, с показателями оценки труда учителей и сказал, что надо поощрять, в том числе и материально, не только тех, кто достигает высоких результатов в плане оценок. Будем поощрять не только за пятерки директоров и преподавателей, но и за двойки тоже. Это совершенно революционное заявление. И речь не будет стремления к тому, чтобы получали люди знания, оцениваемые на два и на три. А речь идет о том, чтобы эти показатели были объективными.